Как прекрасно все-таки, потрясающая погода, Сочи, Краснодарский край. Дорогие друзья и зрители нашего канала, я понимаю прекрасно, что вы уже устали смотреть одни и те же дома, периодически у меня на канале, но что я могу поделать? Люди приезжают, гости приезжают, хотят смотреть, соответственно, я им показываю, естественно, все, что есть у нас здесь, собственно говоря, в Каштанах. Потому что кто приезжает и хочет жить на Мацесте, на КСМ, на Пластунке, собственно говоря, в любых других областях города Сочи, ну, я имею в виду районы, да, например, кто-то хочет в Дагомысе, кто-то в Черешне, кто-то в Нижней Шиловке, а кто-то, может быть, хочет жить вообще на Красной Поляне, все останавливаются в Каштанах. Так же, как кто-то приезжает покупать участок где-нибудь, а покупает его в Каштанах. Вот, поэтому ребята, собственно говоря, начинают смотреть первый дом, как говорится, дом Эдика. Я напоминаю вам о чем? О том, что у нас дом 240 квадратных метров, 5 соток земли, продается по ипотеке за 25 миллионов рублей, а если за наличные, то 23. Но на самом деле, я думаю, мы сможем еще немножечко поторговаться, когда вы приедете, будете уже непосредственно с деньгами. У нас здесь 5 соток земли, у нас здесь нормальный, абсолютно адекватный до его дома бетонный подъезд. Чуть-чуть ниже у нас здесь асфальтированный подъезд. Великолепный сосед Дмитрий Александрович у вас здесь, прямо здесь рядышком, да? Да, вот, поэтому, собственно говоря, детскую площадочку, кстати, начали тут делать, но я не понимаю, почему не доделали, как бы я жду все, когда ее наконец-таки доделают. Вот, собственно говоря, да? Ну, по крайней мере, раньше здесь было просто гора земли, ничего не было, да? Чуть-чуть ниже у нас здесь 20 метров уже отлично сфальтированный подъезд. Вот, собственно говоря, у нас Дмитрий Александрович живет, вот у нас Славик здесь живет, за ним у нас Роберт живет, с Левом у нас Паша живет, дальше он там, наверное, сверху Антон живет, вот справа у нас Никита живет, в общем, господа, вот так вот и живем, что называется. Вот, поэтому вот такая вот история, имейте в виду. По локации, кто не знает, что такое каштан? Только что ребята приехали, пошли попили чай у меня, мы присели, я им все объяснил, наглядно показал. Включил навигатор, открыл, собственно говоря, что? Открыл и набрал аэропорт. До аэропорта было 29, что ли, минут или 28 минут, потом нажал Морпорт, на Моримол, до Моримола было 30 минут, и я показал, что мы живем ровно посерединке между Адлером и Сочи, что это отличная локация, что в 25-м году, рассказал, будет закончена дорога на непосредственно Красную Поляну, новая дорога будет построена, и мы, соответственно, здесь уже будем двигаться до этого района ровным счетом, господа, не больше 30 минут, потому что это 26, по-моему, километров дороги всего на все. Вот. Дом у нас частично с ремонтом, нормальные видовые характеристики, с эксплуатированной кровлей. Ну, сейчас я зайду, покажу, немножко осталось по фасаду, как бы доделать. Ну, и ценник, очень приемлемый ценник. Вот. Кто не знает, меня зовут Дмитрий Александрович, семья, всем привет. Еще раз, это Сочи, Краснодарский край, и я с огромным удовольствием готов для вас продать любую недвижимость в городе Сочи по самым оптимальным актуальным ценам. То есть, от застройщика квартиры я продам дешевле, чем у самого застройщика. На вторичном рынке я продам вам тоже дешевле, чем вы видите в объявлениях на Авито. Ну, в общем, набирайте, пожалуйста, земельные участки, дома с ремонтом или без, квартира застройщика, первичка, вторичка, любые варианты. Просто набирайте мне, и я буду вам рассказывать, показывать. Вот. Ремонт, строительство, тоже все с меня, в описании есть информация. Все, ну, надо пойти, соответственно, вам показать. Ребята, как обычно, не хотят сниматься в кадре, сказали, что нас не снимать. Ну, в общем, как обычно. В 99% случаев, никто со мной не хочет сниматься. Это ужасно, это приспорно, но что поделать. Вот такая вот история. Вот. Здесь будет у нас место под бассейн. Ну, в общем, все будет нормально. Вот. Даже отсюда у нас видно уже горы. Виды у нас сегодня хорошие. Каукасский хребет. Все нормально. Вот. Поэтому такие вот дела. Сколько здесь машин припаркуется? Да, нормально у нас здесь припаркуется машин. В принципе, припаркуется у нас здесь нормальное количество машин. Раз, два, три, четыре. Да легко. Четыре легко машины здесь припаркуется без проблем. И здесь еще можно парочку запарковать на самом деле. Вот. Ну, в общем, если вы любите гостей, то много народу может здесь у вас разместиться. Ладно. Давайте. Давайте сейчас загоним всех в дом. И уже отсюда все. Пошли. Наконец-таки. Вот. Дорогие друзья, я вас прошу очень. Ну, приезжайте. Давайте. Давайте вместе поснимаемся в роликах. Ну, мне... Да-да-да. Иди, я сейчас поднимусь. Мне же скучно одному. Мне же скучно одному. Понимаете? Ну, что я? Вот один все время хожу. Сам снимаю. Ну, не скучновато. Дорогие друзья, если вам вдруг нужно сделать ремонт, вроде сочи, у вас есть уже квартира, то, пожалуйста, заказывайте у Дмитрия Александровича ремонт. И договор заключайте со мной. Смета со мной. Соответственно, выполненных работах со мной. Все со мной. Без проблем 15 тысяч за метр квадратный. Это уже с предчистовым материалом. Это стоимость предчистового ремонта. И 8 тысяч – это стоимость предчистового. То есть, на круг у вас обойдется стоимость ремонта. Уже с предчистовым материалом составит у вас 23 тысячи рублей. Пожалуйста, обращайтесь. У кого там квартира есть? Во фруктах, в Афлоре, в летнем, в любом другом. Может, где-то у кого-то есть старый фонд, нужно демонтировать и потом, соответственно, старый ремонт и сделать новый. С огромным удовольствием я вам это сделаю. И по строительству домов тоже обращайтесь. Вот, кстати, вот такой дом я вам построю, ну, такой или любой другой по вашему проекту, на сегодняшний день 60 тысяч за метр квадратный. 60 тысяч за метр квадратный. Вот сядьте, посчитайте, соответственно, сколько вам обойдется дом. Если он, допустим, 200 квадратных метров, то, соответственно, это будет 12 миллионов рублей. У Эдика, кстати, побольше, с эксплуатированной кровли еще больше. Площадь, вот. Ну, у него и шикарные, между прочим, 5 соток земли. Для Сочи это шикарно, на самом деле. Парковка большая, место под бассейн есть. Кважин аккуратно. Он там спрятал, он сделал больше 100 метров. Подал, у него никогда здесь не закончится. Это круто. Ну, вот, Владимир, молодец. Тут у него суперсовременный мангал. Тут еще один суперсовременный мангал. Тут еще есть частично, соответственно, немножечко земли. Ну, из-за дома вообще немножко земли у него есть. Вот. Там вверху дом стоит, продается. Но я его никогда не снимал, потому что он стоит там 32 или 33 миллиона без заделки, без ничего. Поэтому смысла даже не вижу. И он ни разу не освещал. Никакого смысла не вижу. Это тоже участок земли. Здесь тоже будет построен дом. И за тем домом как раз-таки и дико участок. Он его продает, если я ошибаюсь, за 10 миллионов рублей, 5 соток земли. Потому что было понимание, 2 миллиона за суп. Да. Ну, ладно. Давайте там в доме покажу, что там есть. В принципе, можно заехать и жить, да? То есть, заехать можно. Чтобы никто не попал в кадр, приходится ждать, пока все уйдут. Поднимутся на второй этаж, на третий. И я только тогда могу начинать снимать. Ну, ладно. Смотрите. Ситуация. Вы зашли? Вы зашли, соответственно. Здесь вы разу лиц. У вас здесь типа прихожая. Санузел, техническое помещение, подлечительное пространство и большая кухня-гостиная, да? Понятно, что не хватает нормальной обеденной зоны, нормальных стульев и так далее. Но все мелочи докупите. Здесь световая точка с видом на парковку. Это получается на мангальную зону. Тут у нас, собственно говоря, бассейн. Ну, то есть весь участок просматривается. Виды, виды отсюда, грубо говоря. Вы сидите на диване, да, вот здесь вот. И вы лицезреете что? Да, в принципе, вот такой вот горный рельеф лицезреете. Вот такая вот достаточно красота у вас, да? Да, вот такая вот красота у вас. Вот. Все это вы видите. Соседи. Вот. Едут. Так, с этим разобрались, да? Ну, это все, что вы видите, на самом деле, конечно же, остается, понятное дело. Там гибельюшечка, холодильнички, все дела. Так, кухонка. Газовая плита. Давайте санузел на первом этаже посмотрим. Слушайте, мне здесь, на самом деле, санузел прикалывает. Он здоровый, реально, мне он нравится. Он здоровый. Огромная, реально душевая. Плиточка прикольная здесь, на самом деле. Вот. Вот такой вот. Ну, он очень большой. Реально большой. И прикольный. И сочетание цвета меня, в принципе, устраивает. Меня устраивает. Так, и техническое еще здесь есть помещение на первом этаже. Техническое помещение. Вот. Что здесь у нас есть в техническом помещении? Да все у нас здесь есть, собственно говоря. Водонагреватель, накопитель, все оборудование, фильтра. И, соответственно, котел. Жара нереальная просто. Жара нереальная. Еще вот спасти. Стиральная машинка. Тоже ее вам оставил в подарок. В общем, все здесь есть. Так, с первым этажем разобрались, да? Вот. Лестницу уже сделайте самостоятельно. Екатерина Андреевна, вам, моя супруга, в этом поможет. Если вы захотите это сделать. Так, поднимаемся на трой этаж. Что у нас здесь есть? Так. Комнату номер раз. Кстати, с выходом на балкон, да? Комнату номера с выходом на балкон. Вот. Здесь вы видите уже отсюда маленький кусочек моря, на самом деле. Он небольшой. Вот он, но он есть. Видите? Видите, видите? Тоже я стою перед окном. Видите? Видите, видите? Небольшой, да? Но он есть. Вот. И вот, как бы, вот такие вот панорамы, да? Но сейчас вы их увидите с эксплуатируемой кровью, на самом деле. Потому что там все гораздо красивее. Все гораздо красивее. В общем, одна спальня. Дальше у нас здесь есть еще. Здесь, получается, ну, здесь должен быть второй санузел, да? Второй санузел. Двери стоят, Эдуард, как обычно. О, кстати, вот еще вторая спальня. Вторая спальня, вот она. Она большая, надо понимать. Она большая. Выход, получается, на балкон. Здесь на все стороны света можно пройти спокойно, да? То есть вы можете в эту комнату пройти, собственно говоря. И в ту комнату пойти, пройти. То есть через эту комнату. Ну, в общем, такая вот история, да? Так, это детская. Ну, здесь сейчас детская. У вас может быть не детская. И вот еще одна комната. Еще одна комната. Вот это и тоже выход на балкон, да? Получается, мы с вами имеем три спальни вверху, огромную кухню-гостиную внизу. И сейчас вы еще увидите там зону кабинета, мы увидим. Отличные везде виды. На самом деле, нормально для Сочи. Это просто красота. Глаза, глазу гораздо красивее сейчас смотреть это все, чем вы будете на видеокамерах. Главное, что у соседей везде 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 везде. Это самое важное во всей этой истории. Всегда поможет, всегда подскажет. Вот. Ребята рассматривают, они это не понимают. То ли вы купите дом, то ли вы, значит, свой, собственно говоря, построить. Они вообще из бревна хотят построить. Они сами из Сибири и хотят построить из бревна, подрубанок обработан. То есть такое нецилиндрованное бревно. Ну, хозяин-барин, что называется. Поднимаемся на третий этаж. И здесь у нас, пока ребята там все общаются, там что-то, что-то там выясняют. Вот тут еще такая вот зона. Кабинет не кабинет, но здесь можно выделить хоть спаль. На самом деле, запросто. Вот, выход сюда. Да, выход там. Сейчас поделываю, чтобы никого не было видно. Вот. Да, вот, смотрите. Здесь выходим, большая, короче, терраса. Эксплуатированная кровля, фактически. Здесь можно все что угодно. Ну, я бы, если честно, здесь сделал и летнюю кухню, замутил бы. И, собственно говоря, замутил бы здесь бассейн. Джакузи, как минимум, точно бы поставил, 100%. Вот. Поэтому, поэтому... Здесь еще лучше виды, еще лучше видно море, еще лучше видно горы. В общем, вот такая вот история. Еще лучше видно Дмитрия Александровича. Дмитрий Александрович, как дела? И вы мне с террасы кричите, я там в джакузи, вы здесь в джакузи. Когда-то же у меня тоже будет сделано. Эксплуатированная кровля, все дела, да? Будем друг к другу в бассейн ходить, правильно? То есть, все здесь, мы здесь, все здесь. Вот там вот сверху, где вот видите, недостроенный дом, вот он, недостроенный дом. Посмотрите, человек себе построил, вот-вот, коробка. С левой стороны продается 10 соток земли. Вот кусочек как раз таких. 10 соток земли там продается по миллион 700 за сотку. По миллион 700 за сотку. Имейте в виду, если вам нужно. Ну, там можно 5 соток земли купить, да? Вот. А можно, соответственно, там 2 участка по 5 соток земли. А вот сюда можно, собственно говоря, где-нибудь летнюю кухню замутили. Ну, в общем, такая вот история. Так, все, с этим я к дому разобрались, погнали дальше. Так, прям рядом с домом у Эдика, напоминаю, еще вот участок. 5,5 соток по документам, но еще полторы сутки вот до того дома, короче. Халява. А докуда? Вон, есть железная, вот, бутылка там сделана. И вон электрический стол, с прорышей. Откуда еще там 1,7 сотки. Ну, а то, что за земля? То моя дочь, что за земля. Нет, да, ну, получается, это... Это та верхняя часть земли, а то, что по дому. А, ну, которого он никогда не пользовался и пользоваться не будет, да? Да, ну, в общем, короче, вот. Здесь тоже участок практически делали. Получается почти 7 соток. Дом, ну, сделать, чтобы были на одном уровне. 10 миллионов, край цена. Все, общайтесь, я пошел. Давай, побудь в кадре. Передай всем привет. Я смотрю, зрители часто спрашивают, как ты, что-то. Вот смотрите, почему я не снимал этот дом, я вам объясняю. Так нет, вот. Сейчас, мы еще пообщаемся на других. Почему я не снимал этот дом, я объясняю. Этот дом мы построили там за строчки, да? Он стоил там что-то 33 миллиона, что-то 30 миллион. Я считал, что это дорого. А смысл мне снимать то, что я считаю, что дорого, да? Да, неплохо отделанный фасад, но что-то сверхъестественно здесь нету, чтобы как бы столько, да? Я даже во всех видео снимал он баннер там с телефона. А сейчас мне, оказывается, он уже 37 стоит, мне сказали. Ну, за что такие деньги, чтобы как бы это, ну, как бы, что здесь такого сверхъестественного? Здесь 4 или 5 суток земле даже не интересовался. Ну, дорого. Вот смысл покупать это за 37, когда есть дома, да, там, по 23, по 25, по 27. Ну, короче, вы поняли, о чем я говорю? Вот, поэтому я даже не вижу смысла это снимать. Вот спрос, какой смысл? Если я людям покажу дом, допустим, который стоит 27, полностью упакованный, а потом покажу этот за 37, они скажут, Дим, ты дурачок. Вот, да, я не хочу, чтобы они так говорили. Поэтому нет смысла, я за строчки спрашиваю, почему ты наш дом не подаешь, не снимаешь? Я говорю, да потому что ценник просто будет стоять 10 лет еще этот дом. Но если кто-то его купит, то я не знаю, что это человек в голове. Знаю, 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 Дима, опять ты показал этот дом. Все, Дима, прекращай это делать, я все знаю, все знаю, все понимаю. Просто ребятам хотят большой участок, более-менее, да, поэтому здесь у нас, напоминаю, 3 сутки земли, здесь у нас 27 миллионов рублей, это у нас 140 квадратных метров. Кого уже тошнит от этого дома, можете перевистывать. Но я, видите, показывал его 30-50 раз, и до сих пор его не купили, потому что это... Ну, вы понимаете, почему. Потому что многие смотрят о покупке в перспективе, что называется. И здесь еще рядом у нас 5 соток земли продается. Ну, как, они не продаются, но с хозяином можно поговорить, он за миллион с копейками, там, не знаю, за миллион сто, может, за миллион двести за сотку он отдаст. То есть в оконцовке докупить можно этот участок еще соседний, и поставить здесь еще и дом или баню, что вам по кайфу. Все, пока ребята здесь что-то смотрят, Ваня пока что-то объясняет, я пошел, соответственно, покажу вам еще раз дом. Так, с какой стороны вам показать? Да с какой, с входной группы покажу. Напоминаю, конечная остановка, конечная остановка общественного транспорта, идеальный отспортированный подъезд, ровным учетом отсюда у нас. Здесь минуты вы в хосте, вы на море, вы везде. Здесь сосед живет постоянно, здесь ребята живут постоянно. Вот, там дом у нас миллионов за 60 продается постоянно. Подсветочка, все дела, все дела, все дела. Так, пароль не помню, сейчас буду Паше звонить. Ну что, братцы, я пробрался, как обычно, да? Ребята приехали, они наши подписчики, они прекрасно знают все эти дома, они их видели по сто раз, но уже своим взглядом лучше, да? У нас здесь есть возможность подключения газа, вот газовый распределительный узел, да, без проблем, можно подключить газ, не вопрос. Ребята, как бы, ну они, знаете, бывают сторонники газа, бывают не сторонники газа. Ребята, котел электрический повесили, как бы, довольны с головой. Видите, какая у нас зима. Вот, пожалуйста, вот наша зима. У нас уже фактически конец января, вот такая вот у нас зима. Вот я, видите, можно в майке ходить, а я еще там пальто нарядил. Вот, вот дом торчит, видите, по-моему, под 60 миллионов стоит, не помню, сейчас 50 или 5 или 60, но в общем я его не снимаю пока. Значит так, две машины, видите, стоит. Паша, Настя, все стоят здесь, брусчаточка, все дела. Вот она, наша зона барбекю. На самом деле с Пашей можно поговорить, он и это оставит на самом деле. Мебельюшку в любом случае оставит, но гриль, я думаю. Значит, он когда мне говорит, Дима, если людям надо, вопрос решаем. Вот. Естественно, по коммуникациям вы понимаете, да, здесь 15-го цвета, у нас здесь у всех свои скважины, здесь больше чем 100 метров. Ребята очень ответственные, у них здесь скрыта ливневочка, кстати, вот видите, по периметру везде, да. Вот. Они здесь делали две скважины, у них одна скважина метров на 40, они еще когда участок покупали, была, ну там с маленьким резервом воды, они сделали еще одну на 100 с лишним метров, все нормально. Вот. Отмозочка. А главное, вот есть возможность докупить, либо вот этот участок, еще 5 соток, да, где-то примерно, ну не знаю, за 6,5, я думаю, он отдаст. Либо вот тут еще есть 3 сотки, небольшой каркасный домик стоит, вон там, вот он, да, я сейчас вам сбоку на его покажу. Можно тоже докупить за 7 миллионов рублей, можно. Можно, 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 можно. Можно, можно и еще раз можно. Пока я его отдельно не продал, учтите, я очень скоро его отдельно продам, у меня как раз есть клиентка. Кстати, кстати, давайте так, давайте так, я поговорю, если он отдает реально за 7, у нас как раз бюджет 7,5 миллионов, и мы ищем что-нибудь. Вот нормально будет, и как раз мы искали рядом с остановкой, вот супер будет вариант. Давайте подумаем, пойдем в дом. Так, я зашел, ребята уже на втором этаже, поэтому напоминаем, здесь все дорого-богато, это клевый дом, многим нравится в этом плане, да? А кто-то не устраивает, что немножко маловато земли, но извините, как бы, сколько есть. Большой гардерный шкаф, рыбки, все это остается, обеденная зона, отличная, просто отличная кухня. Вот так вот все выглядит, много света, крутейшая лестница, смотрите, какая лестница крутейшая, просто с подсветочкой, да? Здесь везде по всему периметру теплые полы, это у нас керамо-морация плитка, это диванчик Аскона у нас, выход на, получается, террасу, где у нас стоит зона барбекю, да? Вот отсюда, то есть вы вышли, оба, сготовили себе шашлычок, все дела, вот, если надо, договоримся, технику тоже оставим, потрясающая елка, если надо, договоримся, оставим, кондейс, подвесечное пространство, здесь комната для тещи, или гостевая, клевая, тоже туалетный столик, шкафчики, ну, все есть, вот здесь просто бери трусики-носочки, заезжай и живи, санузел на первом этаже, вот такой вот, и, соответственно, техническое помещение, здесь стиралка, сушилка, пожалуйста, все здесь, котлы, нагреватели, электрики, фильтра, ну, вообще все, вот просто с локцией, тоже договоримся, оставим, все это дело, все необходимое для жизни с инсталляцией, ну, красота, ну, красота, красота, ребят, эта красота стоит не 35, не 33, как раньше, она стоит 27 миллионов рублей, вот эта красота, но это только первый этаж, теперь вы посмотрите еще второй, теперь вы посмотрите еще второй, это мы знаем, как золотая земля, так, так, на второй этаж поднимаемся, когда по лестнице, да, поднялись на второй этаж, здесь ваша спальня самая шикарная, две световые точки, двух спалочек, как раз у вас, вот вы видите, как у вас ребенок бесплатно садится на автобус вот здесь и уезжает отсюда спокойненько, куда он уезжает, в школу, и сюда же его привозят бесплатно, а вы вот здесь садите, когда автобус наконец-то подъезжает, он здесь стоит, ребята, чтобы вы понимали, я не помню сколько, минут, ну, минут 10-20, там он стоит, и вы спокойненько видите это, вы ходите, садитесь на автобус, или ваш ребенок садится на автобус, И вы едете. Шикарно для тех людей, которым нужен еще плюс и дополнительный общественный транспорт. Еще одна гостевая. Тоже рыбок мы вам здесь оставляем. Вот эту красоту. Тут у нас, всем привет, это Сочи и Краснодарский край. Тут у нас огромная на самом деле такая, ух, такая вот у нас такая гардеробная большая. Получается, если вы выкупаете вот этот участок, вот этот, вы смотрите на свои еще пять соток. Ну, по факту здесь больше, чем пять соток. Вот. И вот, пожалуйста, классная на самом деле выкраска по стенам. Очень красиво все смотрится. И вот у вас здесь, пожалуйста, еще большая, на самом деле, большая. Ну, смотрите, если вам не нравится душевая, да, убирайте ее. И здесь место, место ванны, ну, просто запросто, да. И че-то любит поваляться. Классно здесь подсветочка, все дела. Вот. И поэтому специально для Лены, да, Лена, смотрите, что у нас здесь есть. Я поговорю, поговорю на самом деле, за сколько? Поговорю за сколько? Потому что предварительная информация, что может даже за 7 отдаст. Надо поговорить, да, чтобы не быть голословным. Так, здесь, значит, покатаюсь на качельке, здесь покатаюсь на качельке. Нам нужно просто домик небольшой, каркасник. А это вот как раз то, что нам нужно. И здесь три сотки земли, и вот он, каркасник, на самом деле. Там все живет человек, арендует. Там три соточки земли, вот рядом с остановкой. Если за 7 миллионов отдаст, ну, это просто шикардос. Это наш вариант однозначно. Тем более, что у меня просто есть клиентка, у нее 7 миллионов. Она говорит, хочу какую-нибудь дачу и так далее, найди мне дом. А где я за 7 миллионов сочи дом найду? Ну, она готова, и каркасник, любую старую дачу, рассматривайте, и так далее. Пусть какой-то колчек земли был. Вот, как раз, вот то, что нужно. Но он раньше не продавал. Ну, поговорим. Поговорим. И вот, смотрите, вот он подъехал, как раз таки автобус. И вот он как раз таки остановился, и вот он тупо стоит. И вот он будет стоять какое-то время здесь. И вы спокойненько можете, абсолютно спокойно. Здесь сосед живет, на постоянке. Вот здесь сосед живет, вот у него одноэтажный домик. Короче, ребята, я не знаю, что вы тянете, что вы думаете на самом деле. И этот дом у меня смотрели реально раз 50. Ну, знаете как, все приезжают без денег. Приезжают без денег, и поэтому вот ходят, вот через год у нас продастся это, продастся это. А все подписчики смеются. Дима, ты что до сих пор этот дом не продал? Да я его не продал, потому что все приезжают, и у всех какие-то планы заоблачные. А мне хочется продать, потому что я его столько раз показывал адекватно, чтобы соседи заехали. Ну, в итоге, как бы, продам не я. Вы знаете, как это? Может быть, продам не я, как это обычно бывает. Дима показывает, презентует, а продает не день. Поэтому вот такая история. Ну что, пойдемте, выключаем. Отлично, отлично. По тонам, по плиточке, тона, свет стен, дорогущая лестница, ну, просто из классного стекла. Ну, в общем, все круто. Просто все настолько круто, как бы, и дорого. За эти деньги просто сухо. Ребят, приезжайте, покупайте. Не люблю я мусор вот этот. Ну, что-то они этот... Не виноваты они? Не виноваты. Собак много, все очень много. Они растаскивают здесь этот мусор. Вот стоит помойка. Они, естественно, кто-то около помойки положил пакет. Все, собаки все растащили. Прямо около дороги, вот у нас, пожалуйста, пять с половиной соток земли или пять соток, уже я забыл. Ваня только что отошел, сказал, я уже забыл. Ну, прям тут, для сравнения вам. Пять девятьсот на сегодняшний день. Каждый день цены меняются на все, бля. Но, тем не менее. Вчера одна цена, сегодня другая, завтра третья. Ну, чтобы было понимание, есть еще есть здесь, еще рядом, прям с домом, да? Прям с домом есть. Просто кто-то хочет, допустим, люди тоже рассматривают. Может быть, не целый дом купить. Может быть, они рассматривают, купить участок и построиться. Надо все им показать, все рассказать. Вот люди сразу оценили, сказали, о, автобусная остановка рядом, хотя вы все за рулем, но на всякий случай. Подъезд асфальтированный, ну, уже понимаю, что-то потихонечку в Сочи. Это хорошо. Место, место. Все, Татьяна поехала, Танюша, пока. Танюшка, молодец. Продавала, я тебе сказала, да пошли все, не буду продавать. У меня лучший участок на планете Земля. Все, завела себе собаку и сказала, валите все. Помните, помните этот дом? Взяли за него задаток 300 тысяч рублей и все. И этот, ну, человек там, не получилось у него по каким-то техническим причинам, короче, купить там доллар, туда-сюда, что-то, что-то. И Танюшка говорит, все, не буду продавать. Но на самом деле, по секрету скажу, если нормальную цену ей предложить, нормальную цену ей предложить, я думаю, что все-таки она, о, она уже бурщаточку завезла. Молодец, будет двор, короче, здесь делать. Но я думаю, что если нормальную цену ей предложить, у нее здесь все-таки, по-моему, я забыл, 6, да, или 5, с чем-то, 6, по-моему, по документам, а всего здесь у нее 15 крутой участок. И домик нормальный с ремонтом абсолютно, да, каркасничек, но нормальный. Ну, в общем, если хорошие денежки ей дать, там, не знаю, хотя бы там 15-16 миллионов. Так, ну, ладно, сейчас вам покажу участок, прямо напротив Тани, есть участок, вот как раз, ребята, сейчас его смотрят, вот, прямо напротив, здесь есть участок, сейчас я вам его покажу. 5 соток, вот они, 5 соток, прямо напротив Тани, ровный участок, хороший, но, ну, 5200 стоит, но можно поторговаться там, отдаст там за 4,800, я думаю, крутая цена, короче, дешевле, чем миллион за сотку. Самые лучшие сейчас на сегодняшний участок в Каштанах, имейте в виду, имейте в виду, просто он здесь есть. Ребята, кстати, посмотрели, им очень понравился, имейте в виду, классный участок, крутая цена, пока есть в продаже. Нет, ну, это же приготовили специально на Крещение, да, на Крещение. Рассказывал, что надо этот, что всех риэлторов привозят на смотровую, показывают клиентам, кто хочет что-то рядом продать, сначала показывают виды хорошие. А потом уже, соответственно, какие виды. Так, а я вас всех приглашаю к нам в Каштан, и приходите к нам в храм, у нас по выходным служба, по субботам вечерняя, по воскресеньям утренняя служба, приходите, вот, загуглите. Храм Святого Срастотерпца царя-мученика Николая Второго, приходите. Очень хороший батюшка у нас, отец Богдан, приходите. И, соответственно, побудете на службе, в общем. Так, приехали на Мясникяна, видите, 43-2, адреса не скрываем, явки, пароли. Но, между прочим, кстати, ребятам понравился дом, но вы знаете, что нас не устроило? Нас не устроило вот это вот, что напротив дома, да? Как и многих, на самом деле, моих покупателей, не устраивает то, что напротив дома. И за домом там еще, короче, курятник у нас тоже не устроило. Ребят, смотрите, чтобы было понимание. Вот этот дом, я его анонсирую, что он стоит 18-800 по акции. На самом деле, надо понимать, этот дом стоит 20-500, а соседний недостроенный стоит 18-800. Но если у вас есть деньги, мы приехали в застройщику, сядем и будем разговаривать, чтобы он нам этот дом продал по цене 18-800. Но это надо просто разговаривать, понимаете? Не просто болтовать, а именно разговаривать. А вот здесь ничего не достроено, видите? То есть вот этот дом. А то многие путаются. Ко мне ребята вообще обратились и говорят, нам этот дом продажили за 18-800. Я говорю, у него нет цены 18-800, это все обман, разброд и шатание. Поэтому имейте в виду, у нас есть такая фишка у местных, вы понимаете, специалистов, в кавычках, по подбору недвижимости. Они не называют цену, а потом говорят, ой, цена подорожала на миллион. И я вот как раз-таки ребятам специально брал и показывал, чтобы они видели наглядно, где у нас везде, и в базах, и везде, от застройщика, везде. То есть без проблем. Я готов, так сказать, это наглядно вам показать, что это не так. То есть на самом деле это все волшебство наших, еще раз говорю, некоторых местных деятелек. Там у нас, кстати, скважина спрятана. Тут уже сделано какое-то зеленение, нам все понравилось. Тут у нас есть газ, никаких доплотнец, скрытые ливневочки, пожалуйста, вокруг дома. Все, здесь тип-топ, локально-честное сооружение спрятано. Много места под бассейн и так далее. Ну, под все здесь, собственно говоря. Выход с этни террасы, хороший домик классический шале. Нам здесь все понравилось. Ну, вот соседство, вот эти курочки, конечно, у нас немножко как бы, вот видите, вот тут они, там они, они везде здесь. Ну, что делать, как бы, если вас курочки не смущают, то это ваш вариант. Если вам виды вот такие вот не смущают, то это ваш вариант. А если вас это все смущает, то это не ваш вариант. Это, кстати, выход с этни террасы. Вот, поэтому, ребята, как бы в ожидании, собственно говоря. Ну, хороший дом в этом плане, да, там отделка, качество дома, брусчаточка лежит, въезд, парковка на две машины, забор, подсветка, все ничего, все ничего. Ну, вот соседство немножко как бы смущает, да, не только их, меня тоже смущает. Ну, цена, цена, цена. Еще раз, прихожая, нормальная полноценная прихожая, комната для тещи со световой точкой, да, даже шикарно, либо гостевая. Дальше техническое помещение рядом, дальше ванная комната, в принципе, немаленькая абсолютно, да, с видом, так сказать, на ваш бассейн, на ваш огород. Здесь подлещечное пространство, можно каким-то образом использовать. Дальше у нас кухня с двумя световыми точками, вот, большими панорамными окнами в потолок. И вот, собственно говоря, у нас газ. Здесь заведен уже никаких доплат, выход на летнюю террасу. Кстати, отделка, когда приезжаете, закрывайте, а то я сейчас был здесь, и здесь открыто. Вот, выход на летнюю террасу. И поднимемся с вами сейчас на второй этаж еще. Ну, в общем, народ думает, что им взять. Ну, я бы взял, конечно, там у нас, в каштанах, на самом деле. Хотя, я говорю, хотите этот, пожалуйста. И этот, в самом деле, удалось все продам вам. Но это большая ванная, кстати. Ну, для меня это ванная, может, для кого-то это кабинет, но для меня это ванная. Ну, вот, посмотрите, соседство, да. Ну, вот, я же никогда не скрываю, потому что все равно люди приедут, ведь выкопали искусственно здесь своим водоем. Куры, гуси, утки, кого там только нет. И, конечно, они молчат, но сейчас тишина. Представляете, летом какой будет, ну, запах, может быть, да, там. Ну, для кого-то это приемлемо. Для кого-то неприемлемо, например. Ну, по-разному. Вот, соседняя комната еще одна. Вот еще с выходом на балкон отдельная комната, да. И вот, соответственно, уже родительская. Тут она самая большая, как бы, видно, да, то есть такая типа мастер-спальня. Вот, с выходом на балкон тоже отдельный. Там балкон, тут балкон, вообще два балкона. Ну, и с этой стороны тоже утки, гуси, га-га-га. Ну, короче, такая же история. Ну, вот, ничего не сделаешь. Это Сочи, Краснодарский край. Поэтому, дорогие друзья, все, я на связи заканчиваю. Сейчас ребята отвезут меня. Мы сегодня на них, я у меня в машине завел машину. И у меня там бенз пока-пока. Вот, и так как мы ездили по Каштану, мы на их машине поездили на арену. Я всем желаю счастья, здоровья, любви. Приезжайте, катайтесь, выбирайте, покупайте. Или просто приезжайте, отдыхайте. Главное, с открытой душой, и тогда будете моими соседями. И я, соответственно, чем смогу, тем помогу. Все, я вас всех обнял. Всем пока-пока. За лучшими, так сказать, ценами, лучшими ремонтами, за строительством домов, пожалуйста, ко мне. Дмитрий Александрович, я на связи. Семья. Счастья, здоровья, любви. Обнял. Всех пока. Да? Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...